Цель следующего проекта нашего спикера будет «Убеждай мощно». Я думаю, это дарит эмоции и энергии ему как никогда сейчас пригодится. Хотела бы немножко сказать о спикере Артур Мукротыча. Он ответил на мой вопрос о том, затронули ли последние события, связанные с карантином всеобщим, с вирусом, как-то его личную и рабочую жизнь. Он сказал, что это затронули его жизнь, и ему пришлось начинать работать раньше. Также у него сорвался отпуск. И новый режим, кстати, удаленный, ему нравится больше. Ну, а сейчас мы поприветствуем Артура. С его речью, которая должна нас всех убедить на что-то и дать нам какие-то новые мотивы, переосмыслить. Речь называется «Не знаем мы, пока ты слова не сказал». Приветствуем, Артура. Дорогие друзья, всех горячо приветствую. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Юля, слышно меня? Надеюсь, что слышно. Отлично. Умен ты или глуп, силен ты или слаб, не знаем мы, пока ты слова не сказал. Саади. 12 век. Персидский поэт. Представьте себе модный бар в центре любого любимого вам города. Там сидит выразленная публика, который любит развлекаться. Бармен за стойкой, такой накачанный молодой парень, симпатичный, протирает привычными движениями рюмки и стаканы. Открывается дверь. Туда входит молодой человек, ростом выше среднего, одет по моде, в стиле бизнес-скэжуал, на лице уверенная гримаса, крупные черты лица. Он не спеша, вальяжной подходкой подходит к барной стойке. Естественно, все, абсолютно все взгляды сейчас сосредоточены на нем. По мере того, как он приближается к стойке, видно было, что уверенность на его лице куда-то исчезает. Он подошел, бармен обратил на него внимание, развернулся к нему и спросил, здравствуйте, что желаете. Молодой человек немножко помедлил с ответом, потом как-то изменился в лице и сказал, виски с колой, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня у нас первая онлайн-встреча нашего клуба, а я сейчас презентую вам девятый проект из программы Competent Communicator. Сейчас уже этой программы в Toastmasters нету, она исчезла, но можно по ней еще выступать. А свой предыдущий проект «Восьмую речь» я презентовал несколько лет назад. Тогда еще в единственном клубе по системе Toastmasters в Москве — The Moscow Free Spickers Club. Как мне казалось, тогда я сделал просто идеальный проект, потому что у меня была очень интересная для меня тема. Это реклама начала 20-х годов. Я сделал интересные, нестандартные слайды, я подготовил классный контент. У меня, как мне казалось, были очень интересные факты, нестандартные примеры, и все было очень хорошо. Речи, как мог, я отрепетировал и был достаточно уверен в себе. Как мне казалось тогда, я весьма неплохо справился с речью, в том плане, что мне удалось сдержать контакт с аудиторией, я справился со слайдами, мне удавалось как-то вести себя на сцене. Хотя я тогда уже не был новичком, это был мой восьмой проект, то есть я уже семь речей сделал, не считая маленьких ролей. Но все-таки была одна вещь, которая меня очень сильно подвела. Это был мой голос. Потому что уже буквально через две минуты после того, как я начал говорить, у меня перехватило дыхание. Мне было невероятно сложно говорить достаточно громко, чтобы меня слышали в задней ряды. А если кто помнит те времена, по московской фриспикостав собирался небольшой аудиторией совершенно в горном университете. То есть там легко было, на самом деле, сделать так, чтобы себя было слышно. Но в силу того, что я волновался, мне было очень тяжело говорить. И когда я садился уже на свое место, когда все меня уже поблагодарили за выступление, я был уверен, что речь я провалил. Проект был провален. Потому что из-за того, что я волновался, я забыл факты, мне было сложно говорить, меня не было слышно. Я не видел никакой обратной связи от своей аудитории. Мой рецензент Томас, он меня просто разнес, потому что его рецензия была ужасной. Он обратил внимание на все, что слайды были не такие, факты были плохие. А про голос он сказал буквально несколько фраз, что, слушай, ну ты мог бы, конечно, погромче говорить, тебя не было слышно. И мне потребовалось несколько лет, чтобы прийти к тому, что я опять хочу встать на сцену клуба Toastmasters и продолжать свои увлечения публичными выступлениями. И знаете, я считаю, что сейчас достаточно интересное время, потому что мы сейчас все сидим дома, мы вынуждены это делать, потому что объявлено в многих странах карантин. В Москве он тоже скоро будет объявлен. Мы уже все работаем удаленно практически. Вы знаете, вы замечали, что навык публичных выступлений, он сложный. В нем много компонентов, потому что требуется держать себя на сцене, уверенно жестикулировать, мимика, надо лежать в контакте с аудиторией, причем с разными частями аудитории в разных частях зала. Надо хорошо структурировать свою речь. Надо также владеть своим голосом. И вот в то время, пока мы сидим здесь, в комфортной для себя обстановке, перед экранами своих компьютеров и веб-камерами, нам, по сути дела, большинство из этого не нужно. Потому что сейчас, когда мы готовим свои проекты, большие либо маленькие, в основном мы должны быть сосредоточены на том, на своем голосе, на том, чтобы у нас ушли слова-паразиты, чтобы был хороший, уверенный тембр, чтобы наша речь приятно звучала и радовала, в первую очередь, нас. Над структурой речи тоже надо поработать. Но вот та нервозность, которую мы все в основном испытываем, когда выходим на сцену, когда на нас смотрят несколько десятков пар глаз, ее нет. И поэтому это сейчас просто золотое время для нашего клуба, чтобы поработать над своим голосом. И таким образом, когда мы уже выйдем на сцену нашего клуба живьем, потому что карантин рано или поздно, он кончится, никуда он не денется, мы очень сильно вырастим как спикеры. И многие исследователи, в том числе, наверное, небезызвестный вам Аллан и Барбара Пис, сходятся во мнении таком, что голос является чуть ли не основным фактором, по которому люди составляют первое впечатление о человеке. Потому что хотим мы того или нет, когда мы начинаем говорить, тон нашего голоса, тембр нашего голоса, быстрота речи, настолько легко мы говорим, насколько отсутствуют зажимы в голосе, они уже позволяют людям составить какое-то впечатление о нас, как о личности, о том, стоит ли доверять нашим словам дальше. Опять-таки, несколько лет назад я работал в одном рекламном агентстве. И тогда к нам навстречу пришли двое мужчин, ну, чтобы презентовать свои бизнес-кейсы по интересной нам тематике. Вот один из них, он был такой ростом ниже среднего, чуть такой плотненький, он начал говорить, в основном говорил он. Мы его слушали, с чем-то соглашались, с чем-то нет. Второй же, при этом, он молчал в основном. Вот знаете, у него была такая внешность, скорее, американского, американский тип лица, был похож одновременно и на Хриллори, и на Райана Гослинга одновременно, но при этом он был рыжий. И в какой-то момент он заговорил. Мы сидели в переговорке площадью примерно 20 квадратов. И когда он заговорил, это был просто огромный, сильный, мощный, глубокий бас. Наверное, он бы мог соперничать с Шаляпином, если бы это можно было как-то сравнить. Потому что он говорил, и мне казалось, что этот звук можно было просто потрогать руками, можно было его пощупать, порезать ножом, потому что казалось, что этот звук этого голоса, он вокруг нас в этой переговорке, он просто физически на нас давит. Хотя было понятно, что он говорит даже не в полной силе своего голоса. Моя коллега, девушка Женя, как только он заговорил, она просто вот так на него стала смотреть, вот так руку положила на грудь, и все это время, что он говорил, она отменировала взгляд. Я помню свои впечатления. Мне было очень сложно критически относиться к его словам, потому что буквально загипнотирован силой его голоса. Конечно, далеко не у всех из нас есть такие вокальные данные, возможности. Не все мы обладаем глубоким, мощным сексуальным басом, который поражает людей в самое сердце. Но абсолютно всем нам под силом сделать так, чтобы у нас голос звучал свободно, легко, уверенно, на нашем природном тоне. И это будет также вызывать доверие у людей даже до того, как мы приступим к основной части нашей речи. И поэтому, что я хочу сказать. Пока что мы находимся в таких комфортных условиях для развития нашего голоса, конечно, стоит это время использовать. Огромное количество сейчас есть возможностей и инструментов для этого. Есть онлайн-тренажеры, есть онлайн-курсы, есть телеграм-боты, которые нам помогают издеваться с заднего ритма, поддерживать нашу мотивацию и формируют привычку работать над своим голосом. Есть, в конце концов, живые тренеры, которые нам помогут онлайн, не выходя из дома, нам помогают работать над нашим голосом. Поэтому я призываю всех членов нашего клуба, а также членов других клубов в системе ToastMasters не упускать такую золотую возможность. Подращаясь к тем словам, с которых я начал эту речь. Саади. Умён ты или глуп? Силён ты или слаб? Не знаем мы, пока ты слова не сказал. Сначала может показаться, что имел в виду такое, что твоя речь должна отражать твоё образование, глубину твоего интеллекта, твою эргированность. Но на самом деле, если прислушаться, то она говорит о том, что сначала тебе нужно владеть своим голосом. Поэтому, друзья, давайте не будем пускать такую возможность и работать над своим голосом. Спасибо. Артур, большое спасибо за такую вдохновляющую речь. Действительно соглашусь, что вокальные данные, голосовое разнообразие, вот что даёт максимальные баллы в стобальной шкале самому изощрённому спикеру. Не зря говорил Сократ, заговори, чтобы я мог тебя увидеть. И я, как человек, увлекающийся вокалом, как ничто другое ценю в людях то, как он умеет обращаться со своим одним из самых важных инструментов вокала — голос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова